Здравствуйте, с вами Владимир Захаров, и сегодня мы поговорим насчет подсказок на 2019-й, если вы родились в году быка. Вернее, если у вас есть бык в карте рождения, но для большинства людей проще понять, вспомнить, в каком году они родились, нежели в месяце, дне или часе. Ну а для начала, если у вас еще нет моей книги GPS Удачи 2019, вместе с марафоном Супер Год 2019 со скидкой 90%, забирайте их по ссылке владимиркнига.ком. А в быке в 2019-м содержатся следующие энергии, звезды, ну их называют звездами, можем называть их энергиями. Это Великий Советник, первый из них. Это новые, знаете, как навыки, вы сможете получить новые навыки, научиться новым вещам, то есть встретить учителя, ментора, коуча, в том числе, знаете, как просто прикладные навыки, как сделать рекламу на Facebook или в Instagram, так и мышление миллионеров, как прийти из точки А в точку Б, как разобраться с вашими истинами. Хочу, потому что у большинства людей очень много наводок, то есть очень много внушения извне, чего они должны хотеть, нежели реальное устремление, реальные цели, идущие из глубины сердца. Характерной такой наводкой является, знаете, как выйти замуж за миллионера. Что за хайп пошел в последнее время? Вот это я не могу понять. Я не верю, что так много людей такой трэш хотят, но ладно. Можно научиться, если у вас есть был в карте рождения, правильным инвестициям. Можно научиться всему. Правильным инвестициям, правильным отношениям, правильному здоровью. И также вот эта энергия «Великий советник» поможет улучшить память в 2019. Это единственная звезда хорошая, которая содержится в быке, но она настолько мощная, что я бы на вашем месте не расстраивался. Из негативных звезд, одна из них называется «Небесное одиночество» или лучше назвать ее, не знаю, «Небесное уединение», она противоположна тому, что называется «Цветок романтики» или «Персиковый цвет». Если персиковый цвет способствует очарованию и популярности, в том числе и у лиц противоположного пола, то звезда вот это «Небесное уединение» способствует тому, что вы можете стать мрачными, одинокими. Как с этим бороться? Сделайте что-то противоположное. Идите к людям. Идите к людям. То есть не сидите дома. Вторая негативная звезда называется «Хвост леопарда». Вы можете случайно, знаете, как условно говоря, наступить на «Хвост леопарда». То есть это метафора, означающая обидеть людей, которые рядом с вами. Особенно, если они очень ранимые, чувствительные, вы не так на них посмотрели, не то слово сказали. В этом смысле нужно очень внимательно относиться к своим словам. Одно противоядие, чтобы ненароком никого не обидеть. Второе противоядие, знаете, как вы считаете, что это их проблема, нельзя никого обидеть, они обижаются сами. Пусть работают со своими мешающими эмоциями и ответят на вопрос, где же они, интересно, выросли, каким у них было детство и юность, что они, видите ли, так легко обижаются. Другая звезда сложная, она называется «Похоронная дверь». Это не значит, что вы будете часто ходить на похороны в 2019. Это значит, что иммунная система будет ослаблена. Для этого нужно укреплять иммунную систему, вместо того, чтобы ввозить с собой мешок с деньгами. То есть, вообще, мы забываем, что у нас есть орган под названием мозг. И этот странный энергозатратный орган, он способен управлять очень многими процессами, которые идут внутри нас. И как использовать этот орган вместе с комбинацией, вместе с комбинацией с китайской метафизикой в моей книге GPS Удачи 2019 по ссылке владимиркнига.ком. Просто вбить в командную строку браузера. И в этой книге на 32-й странице написано, как бесплатно посмотреть, какие зверьки у вас находятся в году, в месяце, в дне и в часе рождения. То есть, если у вас петух, если у вас бык, я почему вспомнил про петуха, у меня петух, например, находится в часе рождения. Сейчас трансляция про БК. Так вот, этот петух, в нем есть странная звезда, у меня в часе, называется разрушенная звезда. Я уже в этом году третий раз сломал очки. Я их, я не знаю, сколько лет, 5, 7, 10. Ни одни очки я не ломал, не разбивал в этом году, уже вчера третий. Что происходит? Так вот, если у вас в году находится бык, это означает, год рождения означает социальный круг, люди, которые вокруг вас, рынок, на котором вы продаете и так далее. Учитель, вот эта звезда, великий советник, которая в быке, учитель у вас будет в этом году среди друзей, среди социального круга. Если вы ищете духовного учителя, отличные возможности встретить его в 2019. Если у вас бык в месяце рождения, то есть вы плюс-минус родились в январе, то есть там примерно с 5 января по 4 февраля у вас будет бык в месяце рождения. Хорошо научиться у кого-то на работе или в своем бизнесе, стать учеником, подмастерье вашего мастера или босса. Можете многому научиться у других отраслей. Например, из других отраслей. Например, мой канадский коуч Дон Салован говорит, что он гораздо больше принес коучинг из театральной драматургии, нежели от других коучей. То есть, я не слишком знаю, чему можно научиться у моих коллег, но иногда ты читаешь или там листаешь случайную книгу на случайную тему, к тебе приходит гораздо больше идей, нежели в твоей собственной сфере. Если у вас бык в месяце рождения, вы можете научиться навыкам ведения бизнеса, контроля финансов. И здесь мое наблюдение такое, что никогда, никогда и никогда не просите меньше, чем вы оцениваете себя. Это раскручивает демотивирующую спираль самосаботажа. Например, ты считаешь, что это услуга или это там товар или еще что должно стоить х, но поскольку рыночная цена там х деленная на 2, тогда нужно. Но, ребята, ну тогда ты уходишь в темную, мрачную, вот эту полосу экономической нецелесообразности. Подумайте об этом. Особенно, если вы в каком-то, в какой-то сфере услуг или в каком-то обучении или консалтинге или коучинге. Это легко можно сделать, если у вас нет, если вы продаете айфон, вы вряд ли продаете, продадите в 2 раза дороже, но если ты продаешь, словно говоря, свое время, свою компетенцию, есть только один Володя Захаров, например, или одна, там, не знаю, Мария или одна, там, Катерина или еще кто-то. Например, у меня бык в месяце рождения, поскольку 2019 уже наступил, самый такой инсайд интересный, январско-февральский мой. У меня одно время было размышления на предмет звездного бизнеса, на предмет книги британского инвестора Ричарда Коша, Star Principles, по-моему, называется книга, то есть я знаю Ричарда лично, то есть имел честь общаться в 2015 году, то есть иногда к этой теме звездного бизнеса возвращался. И вот мой инсайд, поскольку у меня бык, на личном примере, у меня бык в месяце рождения, мой инсайд 2019, что у меня не только не звездный бизнес на данный момент, у меня не бизнес вообще. Можно его назвать лайфстайл бизнес, да, это такая интересная формулировка, чтобы прикрыть то, что у тебя вообще не бизнес, несмотря на то, что это семизначные цифры продаж, несмотря, ну, ребята, ну, когда я общаюсь с людьми, у которых, например, у одного парня 60 с хвостиком клиник в Соединенных Штатах и все эти вещи, но просто на фоне ты смотришь, и тебе смешно, ты просто на этом фоне тех бизнесов, ты просто скоморок, стендап-комик, такой странствующий философ, поэт, я не знаю кто. Не зря же называется китайское метафизическое искусство, то есть у меня очень хороший такой лайфстайл бизнес, да, семизначный. Если у вас в дне находится бык, вы можете ненарочно обидеть домашних, супруга или супругу, вот, вариант один, вам на это глубоко все равно. Но вариант два, если вы собираетесь с человеком дальше жить, все-таки научитесь отслеживать свои слова и реакции людей, которые рядом с вами. Если у вас бык находится в часе, тогда, если вы ищете, не знаю, какого-нибудь тренера, наставника, консультанта по инвестированию или постановке целей, или мышлению миллионера, тогда 2019 будет отличный год для того, чтобы, а, найти этого человека, б, услышать этого человека. Понимаете, интересно, мы слышим людей, если у нас есть какие-то общие паттерны, что ли. То есть, например, если вы возьмете ту же соционику. Если, скажем, я по соционике, то, что называется Робеспьер, да, и если ты встречаешь, я не знаю, человека, у которого другой психотип, скажем, я не знаю, Дон Кихот, ты, конечно, чему-то научишься, но это происходит гораздо дольше. Если ты встречаешь другого Робеспьера, это вот так, как будто ты вставил какой-то у тебя шнуры своего мозга, у этого товарища есть USB, скачал данные, он один раз рассказал, ты все понял, это твое на всю оставшуюся жизнь. У меня был такой опыт в свое время с, скажите мне, с Ричардом Шефроном, strategicprofits.com. Он недавно продал свою компанию, самой большой, мощной этой компании мировой в области не слайдер, с Agora Publishing. Вот я как-то в фэн-шуйной части этой продажи участвовал, был довольно интересный эксперимент. Как-нибудь на живом ивенте поделюсь, как это было, не в интернет, но это было довольно интересно. То есть мы довольно много лет с Ричардом общались, и как-то я тоже поучаствовал в его бизнесе на момент выхода из этого бизнеса. Довольно интересные. Мы одного и того же, похоже, соционического типа. То есть если у вас, например, если вы ищете ментора или наставника по постановке целей, и как сделать свой 2019-й наилучше. Одна из причин, почему я провожу эти трансляции, чтобы озвучивать свои ценности и жизненные установки, позиции, свой стиль мышления. Есть люди, с которыми это резонирует. Если с вами резонирует то, что говорю, возможно, я кажусь вам еще более полезен, нежели слушать онлайн-трансляции на Facebook, в Instagram или смотреть их запись в YouTube. Для этого есть моя книга «GPS Удача 2019». Вы можете ее купить за символические деньги по ссылке владимиркнига.com. И вообще, если у вас, смотрите, бык в часе. Сейчас экономика не очень переживает лучшие времена. Если вы не будете приобретать новое знание и не будете менять ничего в голове, тогда есть риск, что со временем, может, раньше, чем позже, вы окажетесь не в очень хорошей финансовой ситуации. Буквально сегодня прочитал фразу Ричарда Брэнсона «Неважно, вы двигаетесь медленно или быстро, главное, что вы не останавливаетесь». «Неважно, что вы двигаетесь медленно, главное, не останавливаетесь». Поэтому по чуть-чуть, по чуть-чуть, то есть двигайтесь в свои цели. И важно здесь понимать то, что вы хотите для себя на 2019. В общем, это все, что я хотел сказать на сегодня. И следующая трансляция через пару минут я расскажу по поводу козы. То есть, если у вас есть коза, у меня коза в дне. Вот. Если у вас есть коза в году, в месяце, в дне или в часе, тогда это в следующем видео. Продолжение следует...